Прокуратура Франции тем временем расширила расследование дела кандидатов в президенты Франсуа Фиона. До этого политику вменяли растрату государственных средств, теперь в обвинении добавился пункт торговли влиянием. Подробности коррупционного скандала в предвыборной гонке Франции у нашего международного обозревателя Руслана Эдрисова. Эдрисова, Руслан, тебе слово. Спасибо, Ольга. Знаешь, я бы даже сказал уже очередного коррупционного скандала во время предвыборной кампании в Пятой Республике. Позже расскажу, как брендовые пиджаки и галстуки могут повлиять на результаты выборов и о других событиях в мире сегодня. От 40 до 75 человек, по разным данным, стали жертвами авиаударов в сирийской провинции Алеппо. Снаряд попал прямо на здание в мечети в пригородной деревне Альджина. В этот момент верующие там совершали вечернюю молитву. Сначала свою вину в произошедшем признали американские военные, но с ремаркой, говорят, цель бомбардировки находилась рядом с мечетью. Мишенью был штаб боевиков. Позже в Центральном командовании США опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что авиаудар по мечети был нанесен американскими войсками, заявив, что сейчас проверяют информацию о гибели мирных жителей. В Вашингтоне тем временем готовятся к первой встрече президента Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Переговоры уже сегодня пройдут в узком кругу в Белом доме. Известно, что говорить лидеры двух стран будут о безопасности, торговых и экономических отношениях, обсудят и ситуацию в международной политике. Также зарубежные СМИ пишут о том, что Меркель намерена обозначить свою позицию относительно кибершпионажа США. В администрации американского президента сообщили, что Трамп планирует поинтересоваться у Меркель ее опытом общения с президентом России Путиным. Пиджаки и галстуки могут стоить экс-министру Франции президентского кресла. В Париже набирает обороты скандал вокруг кандидатов президента Франсуа Фьона. На этот раз прокуратура заинтересовалась дорогими костюмами политика. В материалах дело говорится, что одежду из люксового парижского бутика стоимостью в 48 с половиной тысяч евро Фьону оплачивал некий анонимный друг. Следователи предполагают, что костюмы могли быть своеобразной платой за услуги, оказанные Фьоном. Его могут обвинить в злоупотреблении влиянием. Напомню, двумя днями ранее в отношении политика начали официальное расследование в связи с фиктивным трудоустройством его жены и детей. Я патриот, который работает изо всех сил. Я как те пуганные воробьи, которые учатся жизни на своем опыте. Я делал ошибки, а у кого их нет? Президентам невозможно стать без преследований и нападок. Деголь, Миттеран, Ширак, Саркази. Все они были целями для критики. Но я вам говорю, то, что не убивает вас, делает вас сильнее. Ольга, таким выдался день в мире. У меня все. Спасибо, Руслан. А дальше о погоде.